Привет всем! Сегодня я буду делать тег Уверенность в себе. Так что, если вам это интересно, продолжайте смотреть. Первый вопрос. Какой ты была в 15 лет? Опиши себя. В 15 лет я страдала симптомом, который называется кризис идентичности. Я приехала в Израиль почти в 11 лет. В это время ты должен думать, кто ты и какой сфере мира ты хочешь принадлежать. Я в 15 лет вообще не знала еще, кто я. Кто я вообще? Вдруг я начинала думать на другом языке, а вдруг я совсем стала другая. Я искала себя, не знала, кто я и где. Быть иммигрантом это трудно для ребенка, для родителей. И еще, если это трудно для родителей, то для ребенка это трудно вдвойне, потому что это труд родителей на твоих плечах. Но, с другой стороны, я хочу сказать вам, что я бы ничего не сделала наоборот. Я очень люблю жить в Израиле. Я знаю, что я прошла очень трудную эпоху в своей жизни, но я ее прошла, значит, я стала сильнее. Так что, я рада, что я прошла все эти трудности. Была ли у тебя неуверенность в себе и чего это касалось? Конечно же, была. Я думаю, что нет подростка, у которого нет неуверенности в себе, потому что быть подростком — это быть неуверенным в себе, потому что ты еще не знаешь, кто ты. Сегодня, допустим, я знаю, кто я. И даже если у меня есть недостатки, и неважно, что даже вещи, которые я в себе не любила, когда я была маленькой, сегодня я их обняла, потому что мне с ними никуда не деться, так что я их обняла, я знаю, кто я, и я целая в себе. Но когда я была маленькой, то мне было чуть-чуть родновато. Я была самой высокой девочкой. Я была уже 12 лет, где-то 170 почти, 168, может быть, и это было редко, потому что не все такие высокие. И мне было плохо с этим, хоть я всегда хотела всю жизнь. Я знала, что я хочу достичь 170-13 лет, правда. Я так хотела, я кушала килограммы морковки, чтобы это произошло. И когда я была самая высокая, мои подружки, они были по плечу мне, и даже ниже, и я ходила с ними вот так, голову вниз, и не могла голову вверх вообще, потому что я стеснялась быть такой высокой. И я была худая. И я хотела быть толстой. Потому что все вокруг меня говорили мне, ой, Эдин, какая ты худая. И я вообще не знала. У меня вообще не было такого понятия быть худой, сидеть на диете. Что это такое вообще? Я не знала, потому что я всегда была худая. Я была спортсменом, когда я была маленькая. И вообще моя мама спортсмен, так что у меня гены худые. Но мои друзья, мои подружки уже с 12 лет думали, сидели на диетах. И считали калории. Для меня это было чужое. Так что я хотела быть как все, так что я тоже начала это делать. И это была тупая такая эпоха для меня. Потому что можно сказать взглядом назад, что я была нормальным ребенком, но я хотела быть ненормальным ребенком, потому что вокруг меня я видела... Мои друзья, они были такие ненормальные чуть-чуть. Делать диету в 12 лет. Да, у меня была неуверенность в себе совсем. И кроме того, я еще была и эмигрант. Так что мой язык, мне надо было всегда выше и выше и выше. И если я, допустим, сказала неправильное слово, то все надо мной смеялись. И вот и все. И я стеснялась этим. Я стеснялась быть эмигрантом. Но когда я выросла, я, наверное, сделаю на это видео, как быть эмигрантом, чтобы я сказала мне, девочке, которая была эмигрант, когда я была в подростковом возрасте. Сегодня я не боюсь говорить что-то, что я не знаю, спрашивать вопросы. Я всегда спрашивала вопросы, потому что когда ты спрашиваешь, как больше вопросов ты спрашиваешь, так больше ты знаешь. Сегодня ты спросишь 10 вопросов, завтра на 10 вопросов этих у тебя будет уже ответ. Так что не знать что-то, это не позор, наоборот. Если ты ничего-то не знаешь, это позор молчать. Потому что если ты будешь молчать, ты этого никогда не узнаешь. Давлась ли тебе учиться в школе? Нет. Нет, нет и нет. До сих пор 25 лет. Мне так трудно встать в 7 часов. Я не знаю, я в следующем году никогда не возьму себе уроки на 8 часов. Никогда. Потому что я в 80% этих уроков просыпаю. Мне так трудно встать так рано. Я не понимаю вообще, что это за время. Я могу встать, если я куда-то улетаю. Я могу встать в 3 часа ночи, даже если я спала полчаса, и встать бодро и бежать в этот аэропорт. Но если это касается школы, то нет. Я не любила школу. И потом, когда я закончила школу, то школы мне очень не хватало. Я хотела вернуться в школу и сделать по-другому. Но сегодня мне очень нравится ходить в университет. Я обожаю университет. В отношении с мальчиками. Нравились ли они мне, и нравилась ли я им. Окей. Это смешно немножко, потому что... Я помню, в первом классе мне нравился мальчик. Даже два. И... Меня любили другие мальчики. Два других. Два Максима. И я их не любила. Я думаю, что, когда я была маленькая, я любила любить тех людей, которые меня не любят. Но потом, в шестом классе, когда я переехала в Израиль, то мне... Да, мне нравился один мальчик. Я помню. Я помню, что это был мой первый друг. Сначала он меня не хотел. Я пошла домой и плакала. Он сказал мне нет. Я ему сказала, давай встречаться. Он сказал мне нет. И я пошла домой и плакала целый день. И мама меня успокаивала. Сказала, когда ты подрастешь, ты будешь смеяться над этим. Тебе сейчас это кажется, как будто это самая больная вещь, что случилось с тобой. Но через несколько лет ты увидишь, что это просто пустяки. Но когда я пришла в школу на следующий день, то он подошел ко мне и сказал мне, давай встречаться. И мы встречались. Это был мой первый мальчик. Он был израильтяном. Его звали Шай. И это было в шестом классе, когда я только приехала в Израиль. Мой иврит еще не был хорошим вообще. И я не знаю, как мы там. Он всегда пытался меня поцеловать. Я не хотела. Мне было очень трудно, чтобы кто-нибудь мне понравился. Но в конце концов, у меня был первый парень в 17 лет. Три года мы с ним были. И это была моя первая любовь. Что изменилось сейчас с того возраста? Все. Все изменилось. Все мои мысли, мой характер. Все изменилось. Я не думаю, что что-нибудь... Я могу сказать, что сейчас в 25 лет, именно сейчас, я не то, что я другой человек, чем я была маленькая, а я тот человек, которым я должна была быть, а не который социал, хотел, чтобы я был. И сегодня я просто делаю то, что я должна была делать, то, что я, моя душа хотела и просила, что я делала, что... Что? Да, еще что изменилось с того возраста? Я думаю, что в том возрасте мой русский... Ну, не в том, но до 12 лет. Мой русский же был, как у русского человека. Но сегодня мне трудно говорить на нем, но все будет в порядке. В общем, теперь я вернулась домой. Моя душа вернулась домой. Она делает, она делает, получает и просит все, что ей надо, и все прекрасно. Тогда я пыталась быть другим человеком, потому что я не могла даже подумать быть тем человеком, который я родилась. Я была совсем другим человеком. И теперь я вся целая внутри, поэтому я думаю, что я совсем другой человек. Что бы ты посоветовала тогдашний 15-летний Эдин? Я бы очень много, я бы так много вещей посоветовала им. Эти вещи я прямо вам говорю всегда в моих видеох. Видеох. Я бы посоветовала не убегать от себя. Быть ты. и я бы сказала ей не смотри ни на кого, ни что тебе говорят. Я бы сказала ей, что люди, они любят, ненавидят, они любят... И я бы сказала, что есть люди, что они такие маленькие, что они все сделают, чтобы быть немножко побольше, даже если это говорит унизить другого человека. Я бы сказала себе, чтобы я всегда оставалась мной и не стремилась изменить себя, потому что так как я есть, так я и должна выйти. Все. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что это вам было интересно. Мне было интересно сделать это видео, так что увидимся в следующих видеох. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И ставьте палец вверх, если вам понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok